Язвенный колит. Непрерывное, сплошное воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Почти всегда начинается в прямой кишке. Примерно в 50% случаев распространяется проксимально. Терминальный отдел подвздошной кишки вовлекается редко. Периодические обострения чередуются с бессимптомными периодами. Очень редко наблюдается непрерывно хроническое течение. Гистология. Отсутствие трансмурального воспаления. Стадия обострения. Гранулоцитарное воспаление с редукцией бакаловидных клеток. При ремиссии. Возможно нормальная картина, однако часто наблюдается разрежение архитектуры крипт. Изолированный рост псевдополипов. Основные симптомы. Кишечное кровотечение. 80% 100%. Диарея. 52%. 85%. Абдоминальная боль. 47%. 35%. Анальные трещины. 4%. 4%. Анальные свищи. 0%. 0%. Внекишечные. Лихорадка. Анемия. Артралгии. Снижение массы тела. Глазные симптомы. Узловатая эритема. Эпидемиология. Ежегодная заболеваемость 3-9 случаев на 100 тысяч населения. Распространенность около 40 случаев на 100 тысяч населения. Пик заболеваемости приходится примерно на возраст 20 лет. Активность заболевания. Поскольку язвенный колит характеризуется непрерывным, сплошным симметричным воспалением слизистой оболочки, эндоскопические и гистологические признаки коррелируют с клинической активностью заболевания. Клинические и лабораторные показатели позволяют правильно оценить тяжесть заболевания и назначить адекватную терапию. Местная терапия при воздействии из просвета кишки, например, 5 АСК, в данном случае намного эффективнее, чем при болезни крона. Классификация язвенного колита. Классификация в соответствии с активностью заболевания. Легкое течение, средне-тяжелое течение, тяжелое течение. Частота стула. Менее 4, более 6, более 10. Кровотечение. Слабое, профузное, непрерывное. Лихорадка. Отсутствует. Более 37,5 градусов Цельсия. Более 38,8 градусов Цельсия. Гемоглобин. Более 100 грамм на литр. Менее 100 грамм на литр. Менее 80 грамм на литр. Соя. Менее 30 миллиметров в час. Более 30 миллиметров в час. Более 50 миллиметров в час. Альбумин. Норма. 30-40 грамм на литр. Менее 30 грамм на литр. Эндоскопическая классификация заболевания. Нулевая степень активности. Бледная слизистая оболочка, видимые сосуды. Первая степень. Легкая активность. Эритема. Слегка гранулированная поверхность. Ослабление. Потеря сосудистого рисунка. Вторая степень. Умеренная средняя активность. Единичные язвы. Бархатистая слизистая оболочка. Контактная и спонтанная кровоточивость. Третья степень. Высокая активность. Гной. Спонтанное кровотечение. Множественные изъязвления.